Центральной активностью нового сезона Рассвет стали солнечные часы. Арена, которая расположена на Меркурии и которая очень похожа на смесь механик из разных других режимов, подобных этому. Кроме часов есть обелиски. Некие станции, разбросанные по вселенной, которые связаны с механизмом на Меркурии. Сегодня мы разберем то, как они работают, для чего могут пригодиться и как упростить себе их использование. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни и я рад, что ты снова на канале Трипл Вайп. Но прежде чем мы перейдем к главной теме этого видео, давайте я расскажу вам об игре Raid Shadow Legends. Что такое Raid Shadow Legends? Это классическая RPG игра с более чем 15 миллионами загрузок на мобильные устройства только лишь за последние 6 месяцев. Игра даже номинирована как финалист на премию Google Play Awards 2019 в категории выбор пользователей. Что может предложить Raid? Что ж, готовы? Целых 400 чемпионов для улучшений и коллекции. Более миллиона билдов на разных классах и главное, возможность играть с друзьями и вступать в кланы. Невероятная сюжетная история, красивая 3D графика и самое крутое во всем этом, она бесплатна. А просто даже за ежедневный онлайн ты будешь получать эксклюзивные награды. Raid развивается супер быстро, в игре постоянно появляются новые чемпионы, так что заскучать тебе точно не придется. Проходи по ссылке в описании, скачивай игру и получай 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для игроков, которые только начали свое приключение. Вперед! Для получения доступа к обелискам нужно пройти небольшой квест Осириса. Для его начала отправляйтесь в новую локацию на Меркурии, шпиль солнечных часов и после выполнения квеста вы получите доступ к первому обелиску на спутанных берегах. Всего же по ходу сезона будет доступно 4 обелиска, на спутанных берегах и на Марсе доступны уже сейчас, а еще 2 ЕМЗ и НЕС станут доступны 17 декабря. Обелиски работают как аккумулятор для солнечных часов. Чтобы получать награды при прохождении этой активности нужно активировать один из доступных обелисков, после чего они будут своего рода вендорами, ну или вендинговыми автоматами, правильнее сказать. После активации обелиска вы будете получать соответствующие обелиску награды. При активированном обелиске Марса вы сможете выбрать в качестве награды новый гранатомет «Возмездие мученика» или линейно-плазменную винтовку «Линия на песке». При активированном обелиске спутанных берегов автомат «Умножитель стальных перьев» или пистолет «Лучик света». Кстати, ставьте лайк и пишите в комментариях, если хотите обзор на эти пушки и советы, какие перки к ним ловить. Давайте рассмотрим на примере. Если вы хотите поформить автомат «Умножитель стальных перьев», то для начала нужно слетать на спутанные берега и активировать обелиск. После этого при прохождении солнечных часов вы сможете в качестве награды выбрать автомат. Ну или пистолет. Если же вы хотите поформить гранатомет, то для начала нужно деактивировать ненужный обелиск, используя специальный материал за 10 тысяч блеска. Затем нужно слетать на уже нужную планету, в нашем случае на Марс, и активировать обелиск там. Судя по одному из улучшений обелисков, о которых мы поговорим прямо сейчас, в будущем вы сможете сделать так, чтобы были активированы сразу все обелиски, и тем самым вы расширите свой лут-пул. Как я уже сказал, обелиски работают как вендоры, что значит, что их, как и вендоров, можно прокачивать с помощью поляризованных фракталинов. Этот материал падает при прохождении солнечных часов, выполнении еженедельных контрактов обелисков и сдаче некоторых сезонных триумфов. Для прокачки одного уровня обелиска потребуется примерно 200 единиц поляризованного фракталина. За каждый уровень вы будете получать вневременную энграмму, которая будет выдавать сезонный лут боевого пропуска. Более того, во время прокачки обелиска вы будете открывать доступ к особым корпусам и улучшениям, которые можно разблокировать за блеск и детали модификаторов. И это как раз таки самое интересное и полезное. Для наглядности на экране вы видите уровни прокачки обелисков и бонусы и корпуса, которые на этих уровнях доступны. На момент выхода ролика мы не знаем подробных деталей о еще двух обелисках, так что информацию о них можно будет найти у нас в группе ВКонтакте. Кстати, текстовая версия всех этих потоков информации и цифр тоже есть ВКонтакте. Теперь давайте чуть подробнее поговорим о контрактах. На данный момент каждый обелиск имеет два еженедельных контракта. За выполнение контракта подобного типа вы получите большой урожай фракталина, который мгновенно распадается на 100 обычных частиц. Корпуса на пушке делаются достаточно быстро, особенно если знать грибные места. При покупке корпуса вы получаете случайное задание. Этими заданиями могут быть как убийство бойцов какой-либо расы, так и убийство с помощью гранат или какого-то определенного типа урона. Для более быстрого выполнения контрактов заходите в нужные затерянные сектора, запускайте эскалационный протокол, если дело происходит на Марсе, или залетайте на этап рейда «Последнее желание» с Шура Чи. Это вообще гипер универсальный прием для, например, выполнения катализаторов. Так что вот вам лайфхак. Ну и раз уж заговорили, вот желание на этот этап. Кстати, о лайфхаках. Не забывайте, что в сезонном пропуске есть несколько бонусов, которые связаны с обелисками. А именно, за 12 уровень расширения сети обелисков на 1 единицу, за 32 уровень плюс 1 дополнительная награда за солнечные часы, за 52 уровень плюс 25% к скорости выполнения контрактов на вневременные пушки, и за 92 уровень допуск к дополнительному перку на вневременных пушках. Имеется в виду дополнительный перк в третьей или четвертой колонке. Да, наверняка для кого-то это уже слишком очевидная инфа, но все же некоторые моменты прояснить было не лишним. Ту же деактивацию, к примеру. Тем более активности другой у нас особо нет. Обелиски обновятся через недельку. На канале я о них говорить уже не буду, скорее всего, но в группе ВКонтакте мы обязательно познакомим тебя со всей актуальной информацией. Так что подпишись на канал и на группу ВКонтакте, только так ты будешь получать самую актуальную и проверенную информацию о любимой вселенной на русском языке. Спасибо за просмотр и счастливо!